Доброго дня, уважаемые предприниматели! В каждой компании должен быть антикризисный план действий. Банкиры иногда называют его план ЧЕ. Ну вот, например, я определяю, что такое антикризисный план действий. Это план первоочередных действий, которые необходимо произвести оперативно, не совершить ошибок и каких-то нелогичных вещей. И это перечень фактически наиболее рациональных действий, которые причем надо сделать очень быстро. Потому что, как правило, негативные события развиваются стремительно, заставляют нас реагировать на них очень оперативно. А в ситуации, когда эмоциональный фон, паника, неопределенность, обилие противоречивой информации, рациональные действия, придумывать, согласовывать, допустим, с персоналом, да, и реализовывать чрезвычайно сложно. То есть такой антикризисный план, безусловно, должен разрабатываться в периоды, когда все хорошо, когда можно выверить, обсудить, оценить, проверить там какие-то, ну, как бы, позиции этого плана на прочность и утвердить его, да. Если уж так вышло, что плана антикризисного в вашей компании, предприятий, фирме нет, обращайтесь, поможем в режиме онлайн, в режиме мозгового штурма какие-то моменты этого антикризисного плана, а может быть, антикризисный план целиком, разработать, да. Дело в том, что вот мы сейчас начали анализировать законопроекты, которые сейчас в срочном режиме Государственная Дума, Совет Федерации рассматривают и принимают, в частности, успели немножечко изучить законопроект там о чрезвычайной ситуации и так далее, и так далее, законопроект по кредитам, займам, облигациям и потребительским кредитам разным, да. И, собственно говоря, что мы понимаем? Мы понимаем, что, наверное, довольно хорошие аналитики, занимающиеся прогнозами, дали Совету Федерации, Госдуме, президенту, правительству прогнозы, по которым сейчас, собственно говоря, видно, что правительство сейчас заготавливает пакет мер для оперативного, в режиме оперативного штаба и в режиме полномочий правительства принимать и внедрить в жизнь решения вплоть до конца 2020 года. Потому что по тексту этих самых законопроектов, кстати, два из тех, которых мы начали анализировать, они уже приняты в третьем чтении, и фактически законопроект буквально в течение, не знаю, нескольких часов или суток превратится в федеральный закон. По тексту всех этих законопроектов фигурируют такие ключевые точки, да, там с 1 апреля и, допустим, действия по 31 декабря, в течение 2020 года, по состоянию на 1 января 2021 года. Это говорит о том, что у органов исполнительной и законодательной власти иллюзий по быстрому протечению вот как бы этого самого пандемии или работы с ним нет. И правительство всерьез готовится и наделяет себя полномочиями даже в части забирания части полномочий у субъектов Российской Федерации, у губернаторов, да, и, точнее, законодательных собраний и государственных советов регионов принимать на себя решения из федерального центра. Более того, по 31 декабря 2020 года приостановлено действие по некоторым позициям, там, по медицинским товарам и по прочим вещам, действие, например, федерального закона о контрактной системе закупок, да, 44 ФЗ, который дает право сейчас не проводить конкурсную процедуру правительству или ряду полномоченных органов и заниматься закупками по ряду критериев, например, у одного поставщика. Ну, то есть, к примеру, власти должны иметь возможность оперативно, без проведения каких-либо слушаний торгов, конкурсных процедур, которые затянутся месяц-два с конкурсной документацией, например, быстро закупить антибактериальные препараты, там, средства индивидуальной защиты, маски и все такое прочее, да. Вот. И по многим позициям, таким как пересмотр условий договоров аренды недвижимости, пересмотр условий кредитных договоров и потребительских займов, фигурирует везде одна и та же дата – 31 декабря 2020 года или написано в течение 2020 года. Поэтому я предлагаю иллюзий нам с вами, предпринимателей, не строить о том, что сейчас, например, мы неделю, еще две у нас в режиме самоизоляции мы как бы побудем, потом вернемся там к рабочему режиму, сотрудники вернутся с дистанционки и все будет как раньше. Дай бог, если так. Но, обратите внимание, я не знаю как бы сведений, да, то есть какие, в каком состоянии, допустим, там борьба с пандемией в Китае, но по оценкам экспертов-специалистов им понадобилось три месяца. И я, в принципе, считаю, что наши соотечественники менее организованные, менее законопослушные и менее, скажем так, верящие власти, что ли, и исполняющие любые предписания. То есть мы как-то везде стараемся находить лазейку. Это говорит о чем? Во-первых, нам с вами потребуется, видимо, гораздо больше времени, чем гражданам КНР для того, чтобы побороть эти негативные последствия, да, и побороть, допустим, распространение самого вируса. Тем более, что я вижу, что вот, допустим, пакет законопроектов, он направлен, ну, у него много разных целей, да. Одна из целей, она очевидна. Правительство сейчас заготавливает себе права, возможность и уже всю нормативную правовую базу на случай, если в ряде регионов, в одном, не знаю, во всех или в скольки-то, будет объявлен так называемый режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. И терминология, которая используется в этих законопроектах, она как раз именно такая. То есть чрезвычайная ситуация, потом, значит, вот это режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или там в связи с распространением там болезни, эпидемии, они приравнены фактически к слову катастрофа. То есть вот там дополняется после слова катастрофы, дополнить словами распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих и так далее, и так далее, и так далее. То есть правительство серьезно готовится к тому, что эти меры будут, допустим, оставаться актуальными до конца 2020 года. К чему это все говорю? Я призываю всех нас с вами, предпринимателей, подготовиться к такому сценарию о том, что, например, до конца 2020 года мы не сможем вернуться к режиму комфортного, допустим, там, ведения бизнеса. То есть представляете, если до конца 2020 года все сотрудники должны будут находиться на дистанционке. Более того, не просто быть изолированным, допустим, там, в кабинетах, да, каждому сотруднику отдельный кабинет с дверью, полный комплекс санитарно-гигиенических там и противовирусных там мероприятий и все такое прочее. Маска на лице, антисептики на руках, протирать ручки дверью. А представляете, если вообще придется всем сидеть по домам и не выходить из подъездов? Ну, кто знает, как будет развиваться вот это вот все. Поэтому предлагаю всерьез время, которое у нас сейчас с вами есть, направить его, рационально потратить на разработку плана антикризисных мер. Если необходимо, можем в онлайн-режиме консультировать вас, совместно советоваться. Как говорится, одна голова «Хорошо, две лучше». Удачи нам всем, здоровья близким и здоровья нашему бизнесу.